Программа переселения для соотечественников Программа переселения для соотечественников Это самый лучший, наверное, вариант для тех, кто хочет переехать в Россию Всем привет! Меня зовут Ольга Вы на канале Ольга Новороско Мы переехали в Новороссийск в 2017 году Сначала предварительно мы переехали в Анапу Полгода прожив в Анапе, мы решили переехать в немножко более крупнее город Новороссийск Каким образом мы получили гражданство в России? Муж получил гражданство в России по программе переселения Еще в 2012 году мы решили все-таки переезжать, менять климат Решили жить поближе к морю У нас не было никаких близких, родных в Краснодарском крае Но мы выбрали это направление, потому что всегда мечтали жить недалеко от моря Мы поехали сначала в Майкоп, потом в Краснодар, потом в Геленджик, в Анапу, в Новороссийск Снимали квартиры посуточно И там смотрели разные варианты В то время, в 2012 году нам больше понравился город Анапа И мы решили туда переезжать Для того, чтобы переезжать, надо, конечно, продать свою недвижимость И получить гражданство Потому что работать надо Работа именно для граждан России здесь предоставляется Ну и муж, самый первый, первопроходец Подал документы по программе переселения Выбрали Кемеровскую область Там тоже не было никаких знакомых Просто удобно было ездить Недалеко от Новосибирска Но в Новосибирск побоялись Потому что в то время указывалось, что туда больше требуется до 35 лет А нам было уже за 35 лет Поэтому мы выбрали Кемерово, чтобы уже было 100% Отдал документы И приблизительно через месяц пришел ответ Что да, вы можете по программе переселения ехать И подавать документы на РВП Ну, для продвижения моего канала Я всегда всех прошу обязательно Если вы поняли, что эта информация для вас была нужная Ставьте лайки или дизлайки Подписывайтесь на мой канал Это поможет по движению моего канала Мне будет очень приятно И дальше буду какие-то более интересные темы развивать Ну, подавали документы мы непосредственно в Алма-Ате В Алма-Ате делали нотариальные переводы, копии документов Список документов мы брали в посольстве России Там в определенные дни записываешься на прием И тебе говорят, какой список документов нужен для того, чтобы подать Когда нам дали добро по этой программе Мы получили зеленую книжицу Это называется книжка переселенца Если я не забываю где-то так Ну, с фотографией, как паспорт, то есть все как положено С этой книжкой уже надо было ехать непосредственно в Кемерово И сдавать документы на РВП Чем хорошо, то что уже по программе переселения не надо проходить все этапы, все ступени Ох, музыка громко сейчас проедет Дальше буду рассказывать То есть вы подаете документы на РВП В течение двух месяцев вам дается РВП Это разрешение на временное проживание После этого, когда вы получите РВП Будет стоять штамп в вашем казахстанском паспорте Вы можете сразу же подавать документы на гражданство Сейчас даже упростили То есть если вы живете где-то в Казахстане Неважно в каком городе Вы можете документы по РВП подавать дистанционно То есть отправляете все это в ту область, куда вы собираетесь ехать И когда уже придет добро, что да, вам дали РВП Только тогда надо будет ехать и ставить штамп в паспорте И подавать документы на гражданство После того, как вы подали документы на гражданство Проходит два месяца И вам, по-моему, сообщают в письменном виде Или СМС приходит, я уже не помню Значит, вам сообщают, что ваше гражданство тоже одобрено И вы уже после этого идете в УФМС Кемеровской области или какой И делаете гражданский паспорт По программе поселения большинство людей делает Потому что это намного легче, намного проще То есть получается на все время Вот подача два месяца РВП И документы по гражданству ждете два месяца Это четыре месяца Ну еще там плюс паспорт В общем, в течение пяти месяцев Вы получаете российское гражданство Это самое легко, самое просто Не обязательно в этот период все время жить В этой области, в Кемерово или где То есть у меня, получается, муж подавал документы на РВП Назад в Алмату возвращался Потом подавал документы на гражданство Также возвращался Но потом уже ему пришлось месяц пожить То есть он пока там получал паспорт После того, как вы получили российский паспорт Вот это обязательно В течение семи дней вы должны прописаться Поэтому там уже должна быть постоянная прописка Когда вы подаете на РВП Или на гражданство Вы можете хоть где-то прописаться по временной прописке Но когда вы подаете уже конкретно паспорт Получаете российский У вас должна быть постоянная прописка То есть у вас должно быть жилье обязательно в России Если вы остаетесь в этом регионе Жить в том регионе, в котором вы подали документы По программе переселения То тогда вы получаете еще много дополнительных льгот То есть вам оплачивают контейнер Когда вы переезжаете Вам оплачивают билеты ЖД или авиа Точно не знаю Также даются подъемные деньги На каждого члена семьи Поэтому многие выбирают именно тот регион Где они уже точно будут жить Вот наши друзья Они переезжали Выбрали по программе переселения Ярославль И они получили и подъемные И материнский капитал У них четверо детей И в общем все льготы Которые необходимы Они получили Если вы собираетесь получить гражданство Но переехать в какой-то другой город То тогда вы не берете никакие деньги Потому что сейчас не знаю как А вот в 2012 году было такое Что если ты берешь подъемные То тогда ты в течение двух лет Должен прожить в этом регионе Самая, наверное, большая проблема Когда вы подаете все документы По программе переселения Я думаю, это связано Именно с волокитой с бумажками То есть вам надо будет переводить все Там с казахского до русский язык Нотариальные переводы Куча документов А там уже, когда вы приезжаете в регион Там не надо будет То есть вы переводите документы Только тогда Если вы хотите РВП получить Живя в Казахстане Вы тогда отправляете документы Все бумажки Вы переводите в Казахстане Если вы едете получать РВП И гражданство уже в России То там непосредственно Нужны уже нотариальные переводы Именно российского нотариуса И там очень хорошо работают помогайки Это вот организации при ОФМС Они прям сидят Официально берут определенные деньги Они отрабатывают хорошо свои деньги То есть вы приходите Сдаете документы Они вам помогают составить анкеты Составить все справочки Все как положено И естественно Они за вас очередь Даже там как-то занимают Талончики берут договариваться То есть вы не стоите в очередях Вы приходите в определенное время Поэтому я думаю Что там если нужны какие-то медкомиссии То же самое Они с этим совсем помогают То есть в одном здании Находятся все врачи Очень легко пройти Вот поэтому Именно работа в регионах России Очень хорошо налажена Ну а имея гражданство России Вы в любом регионе Где бы вы ни жили Вы конечно же Очень быстро найдете работу Если вы молодой Если вы специалист хороший И если руки растут С того места С которого надо То в общем-то Вы быстро приживетесь Ну в общем-то На сегодня все Если еще какие-то темы Я не затронула Спрашивайте в комментариях Я обязательно вам отвечу Всего хорошего Всем добра, здоровья И самое главное Голубого неба И мира Во всем мире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому